ГОМЕЛЬ В ГОМЕЛЬ стартовал 13-й международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные сустречи». Первоможца у 6-го областного конкурса «Сямья года» сярод выхованцев дитяшых дамов семейного типа вызначились сегодня у ГОМЕЛЬ. А зараз об этом и иншим. Больше подробязно. Больше за 30 объектов нерухомости будут пропонованы потенциальным инвесторам 19 мая подчас проведения ГОМЕЛЬского экономичного форума. Агольная площадь помешканья, в яке выставлены на продаж, складая амаль 7 тысяч квадратных метров. Яна размешана як у областным центра, так и у районах. Бізнесменам пропонують набыть былые административные будинки, гостявые домики, базы отпочинку и складские помешканья. Цена лотов варьируется от 23 до 149 тысяч рублей. Новые уладальники нерухомости смогут выкористать ЯЕ для открытия нового альбо развития уже истнуючего бизнеса. Мазырский нафтопедопроцовщий завод распочал реализацию нового буйного инвестиционного проекта по створению комплекса гидрокрекинга вакуумного газойлю. Вытворшись установки складая 3,5 миллионов тонн в год. Реализация проекта дозволить отримать додатковую колькость низкосернистых середних дистиллятов и повеличить отбор светлых нафтопродуктов. Распочать будовництво комплекса плануется в 2021 году. Завершить в 2025. На данный момент на предприемстве уже затвержденный план работы распорцовывается проектная документация. У Гомель стартовал 13-й международный фестиваль театрального мастерства «Славянские театральные сустречи». Он протягнется до 19 мая. За этот час на сцене областного драматичного театра выступят коллективы из Беларуси, России, Украины и Польши. На открытии фестиваля побывали наши корреспонденты. У рожестого открытия 13-го международного фестиваля театрального мастерства «Славянские театральные сустречи» К общественных таких социальных посылов фестиваля. Фестиваль «Славянские театральные сустречи» продуглеживает с «Поборницкий момент». Однако первую чергу – это творческая пляцовка для обмену опытом, демонстрации своих напрацовок, щирых эмоций и почувствий. Одразу после урочистой часки открытия глядачей увидели выступления Чарниговского областного академического музично-драматичного театра «Имя Шавченки». Талиновитые артисты представили спектакль по мотивам пьесы белорусского драматурга Владимира Рудова. Сегодня на сцене Гомельского областного театра свою творчество представили артисты из Польши. Глядачей увидели пьесу об людской неподобности и одиноких покинутых людях, которые никак не могут найти свое место в громадстве. Мова жеста у пластики у целом спектакля зразумела кожному, навод без слов. У дальнейшей программе фестиваля выступления Новгородского академического театра «Имя Достоевского», Державного русского драматичного театра города «Стерлитамак», Белорусского державного театра юного глядача и господару сцены Гомельского областного драматичного театра. Так само запланованный мейстер-класс у делом члена журы фестивалю, ведомого артиста российского театра и кино Александра Кузнецова. «Естественно, я буду делать акценты на театральную работу, на понимание вообще, что такое актер, пространство, партнеры и так далее. У меня есть свои очень интересные технологии, свои навыки, как внедрить не просто знание, как внедрить его быстро, эффективно и четко. Нужны люди, нужно желание, нужна вера в то, что мы можем изменить себя в лучшую сторону». Дети и батьки-выховальники из 11 детячих домов семейного типа приняли у делу шостым областным конкурсе «Семья года». Конкурсанты пройшли испыты у трех номинациях. Лепшая семья отрымала специальный кубок и диплом «Пераможца». Со становочными прикладами семейного выхования ознайомился Олег Сентяров. «Яны розные и одночасово подобные, як у любой звичайной семьи, у их относяных так само бывая усякая. Але зараз яны счастливые и задоволенные. На областный конкурс «Семья года» запросили детей и батьков-выхователю с 11 детячих домов семейного тыбу. География вельми широкая – Кармянске, Житкевске, Ситлогорске, Лоевске, Наравлянске, Гомельский район и непосредный город Гомель. За час основания такие установы не одночась демонстрировали свои переваги в поравнании с державными интернатами. «И, собственно, самые обычные гигиенические норм, каких-то правил поведения – это всё, естественно, более эффективно осуществляется в рамках семьи, нежели в рамках государственного учреждения. Это первый аспект. Второй аспект заключается в том, что ведь государство тоже имеет экономию». Перегружать ведьми насыщенной программой у дельников не стали. Выставы детячих работ – визитная картка и семейный флешмоб. Для всех у дельников предугледили специальные дипломы для перамосов кубок. Каб захавать интригу, до самого опошнего часа призы и подарунки не показывали никому. Выключение зарабили только для журналистов телерадиокомпании «Гомель». Батьки-выхователи детячих домов семейного года покажут, что выховывать неколько детей – вельми тяжкая праца, але и отдача от ее ни с чем не пораунальная. Когда бачишь неподробную детячую радость и отчуваешь их подяку за почуте обороненности и упыльненности в будущем, это не передать никакими словами. У семей Василия и Татьяны Рудницких, звездки Вильча Житкинского района, зараз 8 неполнолетних и еще 5 выхованцев уже стали дорослыми и живыть по особкам. По словам батьков, они никого не выбирают специально и при наявности места упрымают у всех. Уречься быть счастливым одному немогчима. Некоторые даже в первый день говорят уже мамочка, папочка, можно я буду тебя так называть. Но, конечно, мы не против. Серьезных таких трудностей не было, потому что мы как-то относимся с любовью, детей принимаем такими, какие они есть. Поэтому у нас с Божьей помощью нетрудно. Первое место шестого областного конкурса «Семья года» отрыгнул детящий дом семейного типа Митраховича со Светлогорского района. С увлеком того, что проведение таких спаборницов в инициативе Гомельской области республиканского этапа конкурса «Пакуль нема», ведь организаторы выполнены. У Минску наш регион был бы представлен с годностью. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомик». У гэта дыни у Гомеля ладзится традиционная акция «Мы славим человека мирной працы». Я ее проводить областное отделение Беларусского фонду миру. Мэтта акции выказать падяку работникам разных предприемств установы и организации областного центра, які робят агульную справу, працуют на корысть своей родной державы. Цветочная атмосфера, веншавальные номары, падячные листы и подарунки. Першими у Гомеля узнагороды от областного отделения Беларусского фонду миру отрымали представники центрального района. Гэта керавники предприемств, семейные дынасты, пердовики и молодые специалисты, які заусёды максимально якосно выконывают свою штадионную працу. На думку организаторов акции, удельники мероприемства служат добрым прикладом для молодых гомельщины и натхняют інших представников на новые поспехи. Мы считаем, что труд – это основное качество. Каждого человека. И если мы будем трудиться, каждый на своём участке, так, как требует нашей обязанности, мы будем жить прекрасно на всех отношениях. Мы будем обеспечены всем. И вот именно наша эта акция ставит свою цель, прежде всего, поднять роль и значимость труда. Поднять авторитет тех людей, которые трудятся, какую бы они не занимали должность. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomel.by. Далее вы эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомить Сергей Некяревич. Продолжение следует... Продолжение следует...